Музыка Давайте сегодня поговорим о двух ситуациях, о двух простых жизненных ситуациях, в которых наверняка побывали многие родители. Первая ситуация это когда вы с ребенком приходите в незнакомое совершенно место и вам нужно здесь задержаться на какое-то время. Что можно говорить при этом ребенку, чего нельзя. И вторая ситуация будет о том, когда допустим два родителя встретились на улице, при этом конечно присутствуют дети и родители оживленно начинают обсуждать своих детей. Ребенок стал свидетелем этого разговора и разберем, что он чувствует при этом, слыша, что о нем говорят и плохое и хорошее. Вернемся к первой ситуации, когда родители вместе с ребенком пришли в какое-то незнакомое помещение и вам там нужно задержаться. Ну допустим это детский центр, вы впервые пришли на занятия. Ребенок стушевался конечно, для него все это новое, новое помещение, новые дети, новые взрослые, все суетятся, куда-то спешат. Ребенок конечно немножечко замешкался и вместо того, чтобы ребенка подбодрить, родители начинают говорить такие паблые слова, как не бойся, не стесняйся, не переживай. Что происходит в этот момент? Ребенок может быть даже и не собирался стесняться и бояться этого места, он просто на данный момент немножечко так стушевался, его выбило с колеи, вот это новое общество. Но так как мама или папа или бабушка сказали не бойся, значит ей здесь что-то страшное, значит нужно бояться. Все, ребенок начинает под эту модель сказанную подстраивать свое поведение. Или например говорим не стесняйся, все, ребенок как раз стал стесняться. Уважаемые родители, пожалуйста помните, если вы хотите, чтобы ваш ребенок ничего не боялся, значит не говорите этого слова, не бойся. Если вы хотите, чтобы ваш ребенок никогда не стеснялся, а был уверен в себе и не прятался за юбку мамы, значит не говорите такое слово, не стесняйся. В общем помните о том, что ваше слово имеет огромный вес для ребенка и большую силу. Если вы скажете здесь все хорошо, здесь замечательно, посмотри как ребятки играют, пойдем посмотрим, глянем одним глазком что они делают, все, ребенок будет выстраивать свое дальнейшее поведение под ваши слова. Как только вы скажете не стесняйся, не бойся, повторюсь, значит ребенок начнет как раз стесняться и бояться. От стеснений и страхов, естественно, нужно избавляться обязательно, ничего хорошего в будущем нам не принесут эти две привычки. Стеснение помешает нам социализироваться, помешает высказываться в обществе, потому что ребенок постоянно будет думать, что о нем подумает общество. Страхи тоже, если появился какой страх, в дальнейшем этот страх будет только усугубляться, поэтому желательно любой страх искоренить на корме. Теперь переходим ко второй ситуации. Ситуации, когда на улице, допустим, встретились две мамочки и бурно начинают обсуждать поведение, будь то положительное или негативное своего ребенка, присутствия, соответственно, своего ребенка, когда ребенок становится свидетелем этого разговора. Хорошо, конечно, когда мама будет что-то хорошее рассказывать, какая она у меня умница, и ходит на танцы, и замечательно рисует, и воспитателей в детском саду хвалит, это все замечательно. Но бывает, что дети настолько ранимы и восприимчивы, что даже такая положительная информация приводит, опять же, к тому же стеснению. Ребенок не хочет, чтобы мама рассказывала другому человеку что-то про себя. Сильные по характеру дети такие разговоры о себе пропустят мимо ушей. Но дети чуть-чуть послабее, ранимы и восприимчивы, такие разговоры очень болезненно воспринимают и переживают. Они их расценены как предательство. Дети, ранимы и восприимчивы, стараются всю ситуацию вокруг себя держать в запрете, под секретом, не допускать посторонних людей. Мама, разглашая информацию и плохую, и хорошую про своего ребенка, как будто его предает, тем самым занижая его самооценку. Уважаемые родители, запомните, пожалуйста, как бы вам не хотелось другим человеком, с подругой или другом обсудить своего ребенка, сделайте, пожалуйста, это без него. Присутствие ребенка, ни хорошее, ни тем более плохое, рассказывать нежелательно, если вы видите, что ваш ребенок очень болезненно воспринимает такие рассказы. Можно эту ситуацию переложить на взрослые взаимоотношения. Например, ваши мужья собрались и начинают в присутствии вас вас же еще и обсуждать. Ну, с хорошей стороны, понятно, если они начинают вас хвалить, какая у меня жена умница, и готовит, и шьет, и крестико вышивает. Ну, да, приятно, самооценка повышается. Но если муж начнет говорить, да и петь она не умеет, и плохо убирается, а готовит, так вообще это не ее удел. Что мы чувствуем? Мы чувствуем, конечно, по отношению к своему мужу полное предательство. Чувствуем себя незащищенными. Чувствуем, что наша самооценка падает. Нам и тем более после таких разговоров не хочется ни готовить, ни убирать, крестико вышивать, нам не захочется. Вот эту ситуацию на примере взрослых отношений можно переложить и на ребенка. Ребенок также чувствует себя преданным. Мама, восторгаясь чужим ребенком, предает своего и занижает тем самым самооценку своего ребенка. Будьте внимательны, старайтесь не смеяться над поведением ребенка, не обсуждать ребенка в присутствии другого взрослого человека, не говорить таких слов, как «не бойся», «не пугайся», «не переживай». Все это занижает самооценку. Бывают такие ситуации, что ребенок очень смешной что-то сделал, либо сказал. И взрослые, находящиеся рядом, начинают активно смеяться над поведением или словами ребенка. Ребенок дошкольного возраста не может расценивать смех взрослого как просто шутку, как мы можем с собой посмеяться. К сожалению, он его расценивает как насмешку. По-другому интерпретировать смех взрослого ребенок еще в силу своего возраста не может. Поэтому вы можете заметить, когда вы вдруг посмеялись над чем-то, что сделал ребенок, вас это рассмешило, это забавно. Вы видите, как у ребенка опустились плечи, как он потупил взгляд, как он не знает, куда деться. Видите, этот смех он расценивает как насмешка. Помните, что не только неправильно сказанные слова в адрес своего ребенка могут причинить вред, но и простой вот такой добрый смех тоже может занизить детскую самооценку Давайте подведем итог всему сказанному Пожалуйста, уважаемые родители, не используйте в адрес ребенка такие слова, как не бойся, не стесняйся, не переживай Будьте аккуратнее, когда вы смеетесь над поведением ребенка Этот смех ребенок может расценивать как на смешку И последнее, не обсуждайте поведение ребенка, будь то хорошее, будь то плохое в присутствии него Не рассказывайте подруге или другу о том, какой ваш ребенок, если вы видите, что эта болезнь воспринимается Все это занижает самооценку, нам этого не нужно, нам нужна гармоничная, уверенная личность Практически все игры, которые есть на полках в детских развивающих магазинах, это игры для детей старше 3 лет Часто очень мама спрашивает, чем заниматься с детьми в год и полтора Вот об этом мы с вами поговорим в следующем видео Субтитры сделал DimaTorzok